Всем привет! Сегодня хочу рассказать в одном ноже и о причинах, которые побудили меня его сделать. Некоторое время назад товарищ подарил для дня рождения нож. Нож одного из российских заводов-изготовителей, который специализируется. Поработав им и выяв ряд существенных недостатков, таких как, например, быстрая потеря заточки при работе, даже при слабой работе, решил попробовать взять себе нож. Так как некоторое время назад работал в кузне, и при покупке другого ножа в магазине, вероятность того, что заточка не будет быстро посадиться. И так же нож возьму удобно по всем параметрам за среднюю недостатку. Себе есть небольшой нож. Подаречный нож вырезал, рука эта, рука, которая здесь, березовая. Подаречный нож очень быстро сел. Работа не много, а тем не менее. Будем это показать. То есть брать можно коробу с собой. Она делает подрезок. Нет смысла, потому что постоянно подтачивать его, значится на себе кусок. И здесь хорошо. Так, сейчас я немножко покажу, немножко поближе. Здесь нож имеет характерную щучку. Или определенный вытянутый вид. За это я его называл щука. Тем более, дал ему такое имя, потому что испытывал я его два месяца. На протяжении этих двух месяцев я провел. Разделочек точно так, как горизонтально возьмет. Так, так, хорошо. У него есть к ней упругость приличная. И другие параметры меня устроили. Так, ножа непосредственно длина лезвия, кстати, по 89 мм. Ревщик ромки 179 мм, ширина 33 мм. И толщина, примерно 2,4-2,2 мм. Ближе к кончику, ближе к большему кругу, около 3 мм. В середине у него можно в этот элемент добавить прокруту, который позволяет... При этом, достаточно легко и включится. И атаковать снова. Сделал вот так. И вот он, прокручивает сам. Относительно широкое. То есть, делал по своим металлическим параметрам. Это меня наноска вполне устраивает. Если вот, легко вращать их, легко двигать, покрутить. Соответственно, по всем параметрам здесь мне он понравился. Так, я же не сделал ему небольшие дружни. За спину пошел. То есть, с прогой не судите. Есть недостатка. Локоть. Пока не очень не разбираюсь. Моя футболия, надо локоть как бы привязать. Иначе, моя дружня, покрутая, немножко истирается. Но, тем не менее, думаю, это вопрос решен. Мне это не столь важно. Меня больше интересует, как он аромат. Работает, хотя я уже знаю, как он работает. Но, хочется вам рассказать. То есть, ножом некоторое время он уже пользовался. Около двух недель. За это время его не тащил. Сейчас мы будем сделать небольшую очередь теста. И после посмотреть, как будет держаться на нем заточкой. Сверху. Раз, два. Всевозможный переход. Кто будет заниматься этим достаточно серьезно, должен уметь работать не только с одним клинком. Левую, правую руку. Так же и с двумя. Та же самая. Вертикально у вас вверх. Думаю, он более-менее режет. Так же снизу. Так. Есть у меня три породы дерева. Это, если не ошибаюсь. Чёрт. Берёза, небо у меня и, возможно, ясень. В одном смысле я прочитал, что кость свиней, баранок, которая здесь примерно равна 30-ти породы дерева. Поскольку это хозяйственный второй, то потенциальные свиные кости тоже можно рубить. Так. Пирога, у нас. Пирога, у нас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 не прокрашивать не берем что не пробить прям так сразу вот начинается а если вам интересно такой канав канавка просто если на ребоку у вас нет колбаса может показаться ножом или пасать на лед тут очень долг начинаешь? начинаем лада пошла пробил не ловко спокойно он уже сдал напряжение примерно так же с 9 в 15 что попрыгивает? что? что? руку не замужить? точнее печатку нужно замужить я сниму и вот 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 Пожалуйста, как у вас? Какая ложечка? Режет, нос и придет, тестирует дальше. Всем еще раз привет. Подводили итог по статанию ножа, который был на протяжении трех месяцев и делал достаточно долгое время интенсивная работа была. Нож показал себя очень хорошо, очень качественный. Сегодня мороз 24 градуса. Как и обещал, лунки нарыбил, нож гнул. Нож пружинит достаточно хорошо, тонкий, но в то же самое время очень работоспособный. Слоточка держит великолепно. Как и обещал, сделали мясо, то есть его потачивать надо до лишних и редких. Мой эксперимент уменьшался успехом. Все, кто не верит, что можно сделать качественно своими руками. Вот полнодрядный пример доказательства. Если человек хочет, человек делает, работает. Не хочет, ну сидит на печке. Сидит, уебывается. Просто жизнь говно. Ножопу лень поднять. Так что желаю всем подниматься. Ножопую свою не морозить. И наслаждаться таким вкусным мясом. Нарезанным хорошим, качественным ножом. Всем счастливо и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова